Для любого человека общение имеет огромное значение, а людям с ограниченными возможностями здоровья из-за частичного или полного отсутствия зрения поддержка и помощь просто жизненно необходимы. Поэтому Новороссийское общество слепых каждую среду проводит теплые и добрые встречи. Но это особенная, торжественная, посвященная двум датам – Всемирному дню слепых и Международному дню инвалидов. Александр Михайлович, у вас, наверное, громадное сердце и громадная душа, которую вы вкладываете в свой громадный труд. И благодаря таким руководителям, как вы, благодаря таким организациям, как ваша организация, администрация города всегда знает о всех проблемах, о всех каких-то интересных мероприятиях, вообще о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. И, конечно же, не позволяет никого оставить в трудном положении или обделить каким-либо вниманием. Спасибо вам огромное. Сегодня Новороссийская местная организация Всероссийского общества слепых насчитывает 681 человека. Конечно, всех их можно назвать незрячими, но очень слабо или вообще не видя глазами, они видят сердцем, сильны духом и взаимной поддержкой, общими целями, делами и победами. Чтобы человек дома просто не сидел, не получал пенсию, заперся в четырех стенах, мы как-то его реабилитируем. А именно вот мы создали компьютерный класс для инвалидов по зрению. Создали клуб КВН у нас есть. Кстати, мы стали чемпионами России в этом году. По что, где, когда мы чемпионы края. Второе место на России, именно Новороссийская наша местная организация. В этот день на торжественное мероприятие были приглашены особые гости, верные друзья незрячих людей, собаки-поводыри. В основном породы лабрадор. Они очень умные, они более послушные, обучаются быстро и привыкают к новому хозяину. Не сильно стрессуют, когда их передают, они не такие характерные, как другие собаки. Также готовят овчарок, восточноевропейских и немецких, но они такие с характером и довольно часто плохо привыкают. На это требуется больше времени, поэтому больше используют лабрадор-ретривера и голден-ретривера. Она очень хорошо помогает обводить всякие препятствия, бордюры, обозначает, если есть верхнее препятствие. Потом ходим по маршрутам, она меня вводит в магазин, в аптеку, также в больницу или в ВОЗ мы ходим тоже с ней. Собаки-поводыри, трость, шрифт Брайля – это не только символы незрячих людей, но и их инструменты, их глаза. И очень важно, чтобы здоровые люди, все наше общество не закрывало свои глаза на проблемы инвалидов. И всецело помогало и поддерживало их. Ирина Ищенко, Андрей Супрунов, Новая Россия.